Леана Танжарикова, с вами на связи. Леана, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в чем суть конфликта и есть ли у вас какие-то вопросы сейчас к федерации, собственно говоря, тому, как она вам помогает и что происходит. Леана, здравствуйте. Вера, добрый день. Я извиняюсь, что опоздала. Я вас всех приветствую. Приветствую Дарменас Адвакасова, который вчера сказал, что он мне звонит каждый день, и я не отвечаю на телефон на его звонки. Такого не было. Это первое. Во-вторых, моя дочь ни в коем случае не обманула, написав в своих соцсетях... Можно я это скажу? Это вы сказали Гулисхан. После того, когда они вчера вернулись от Аиды Голымовны Балаевой, после того, как они вернулись, значит, Бибисара рассказала все, что происходило, и она, конечно, была на грани... Ну, она очень была расстроена, потому что она говорит, мама, меня не представили вообще. Я думала, ну вот, ну вот, и в итоге про нее не сказали ни слова. Затем, что касается денег. Когда Сара озвучила про то, что они просили именно на финансирование федерации, причем ежегодно, я переспросила это у Гулисхана Нахбаевой. Гулисхан Нахбаевой является многократной чемпионкой Казахстана. Я думаю, что у нее очень много заслуг. Она мне это подтвердила. То есть это не придумано было Бибисарой. И я надеюсь, что люди прекрасно понимают, что каждый человек, который что-либо ставит в своих соцсетях, он несет ответственность. Теперь по поводу претензий. Что такое федерация в целом? Это общественное объединение, где каждый человек может вступить в эту федерацию и приносить пользу и служить на благо тем же шахматам, что у нас происходит. Я предложила свою кандидатуру на должность делегата ФИДе от Казахстана. Сказать, что мне федерация отказала в лице Галама Хусаинова, причем сказали, мы против того, чтобы родители были в федерации. Почему вера я за то, чтобы родители привлекали? Во-первых, авторитет родителей всегда подкрепляется успехами их детей. Второе. Родители с момента вступления их ребенка на шахматный путь, они сопровождают до очень взрослого возраста. Это вам подтвердит и Дарменс Адвакасов. Его отец был исполнительным директором федерации. Он был директором шахматного клуба Омарова в городе Астана. И к чему я говорю это? Что я считаю, что родители, они очень долго в шахматах, нежели чем функционеры, которые приходят и уходят. Поэтому я предложила свою кандидатуру. У меня нет учеников, у меня нет какой-то школы. Я не заинтересованное лицо лоббировать чьи-то интересы. Но, вы знаете, вот я вам скажу так, ко мне обращаются родители многих детей, ко мне обращаются молодежные, молодые шахматисты, которые хотят быть арбитрами, а их федерация не допускает. И приходится им постоянно помогать. Поэтому я предложила свою кандидатуру и мне Галим отказал. Но меня поддерживает главный тренер страны, меня поддерживает гостренер, меня поддерживает министерство. Потому что я никогда не тянула одеяло на своего ребенка. То есть я всегда считаю, что все должно быть в рамках спортивных достижений. У нас министерство тоже здесь студии, чтобы я сейчас... И девочки, которые сейчас... Динара, Лия, да-да-да-да, я что бы, Лиан, вот давайте, потому что скучает у нас министерство спорта, буквально у них мало времени, тоже пришли, уделили вам спасибо большое еще раз в эфире. Но все-таки горячая тема хочется, а вы поддерживаете тоже. То есть понятно, что вы как орган не можете участвовать в выборе руководителей общественных организаций, по сути. Но вы можете как-то, я не знаю, не лоббировать интересы тоже не можете, но как-то участвовать в этом. Потому что у людей возникает много вопросов. Почему у нас всегда руководства меняются, становятся руководителями какие-то либо свадебные генералы, которые вообще ничего не делают для федерации, для развития. Я вот не пойму, там что-то там столько денег, вы чего сюда туда приходите? Это вот прям можно заработать, да? Я просто, простите, я так обывательски спрашиваю, что там происходит? Почему нельзя людей заинтересованных, родителей поставить, руководство, чтобы как-то продвигать этот наш спорт? Да, Бигблак? Ну, как сказала Лиана, это Федерация общественного объединения, во-первых, и мы государственный орган. Соответствующим нормативным правам акта мы не имеем права вмешаться в дела Федерации. Но работу по развитию шахмата мы проводим совместно. Лиана Танжерик, она несла огромный вклад, надо признать, воспитать одного ребенка до чемпиона мира, это огромный труд, надо признать. И мы приветствуем Лену, да, и ее сильно уважаем. И всех родителей, которые воспитывают таких детей, тоже, да. А почему они не становятся руководителями, например, вот таких федераций? Ну, это выбирает Федерация, у них там проходит голосование, путем голосования избирается Федерация и ставится. Сами там, да, как-то это уже, да? Там члены Федерации. Лиана, а как-то, почему вас не избирают, почему не избирают таких, как вы, там, в других федерациях? Вот что, как на ваш взгляд, что у нас не так в стране происходит? На мой взгляд, проблема вся в том, что все закрыто. То есть все съезды проходят закрытые, то есть туда не пускают ни родителей, ни заслуженных тренеров. Уставы меняются под федерацию, под руководство Федерации. Почему все мне пишут? Потому что на самом деле шахматисты, они боятся попасть в немилость и понимают, что я могу это сделать, могу за них постоять. Они ко мне обращаются, и я являюсь неким рупором, чтобы донести до федерации, чтобы они не делали, какие-то не создавали проблемы именно спортсменам. И так постоянно, я не знаю, почему, общественные объединения, они, на них можно только подать в суд. Вот представляете, если по каждому вопросу подавать в суд, это же ненормально. Постоянно, вот я не знаю, почему они закрываются. Вот, например, да, я выставила протокол до 26 мая. Почему этого протокола нет на сайте федерации? Дармен с адвокатом, он 23 года назад был чемпионом среди юниоров. И даже сегодня, перед президентом страны, ой, вчера, извините, перед Аидой Голымовной, он сказал, вы знаете, шахматы у нас вот есть чемпионы до 20, а потом как бы нету. Ну как нету? Как нету? Хорошо, если Дармен такой любитель шахмат. Когда у нас были проблемы в 20-м году, я лично обратилась к Дармену, говорю, Дармен, поддержи нас. Он сказал, ой, вы знаете, мне не до шахмата, у меня другие дела. Он нас не поддержал. Хорошо, если он такой любитель шахмат. Потому что только что Дармен был с нами на прямой связи, да? Подождите, он не приехал. А сейчас ему ответить на ваши вопросы? Он не приехал. Дармен, он на связи с нами, давайте, да, я просто, чтобы не быть голословным. Он не приехал даже поддержать Бибисару, когда она стала первой чемпионкой мира. Ага, Дармен, есть что ответить? Вы с нами же на связи, спасибо, что вы не ушли, потому что я думала, вы просто... Да, Дармен, я принципиально жду, у нас закрыты реально большие шахматы турнира, надо будет выезжать. Значит, вот если последний вопрос... Мы тоже идем на это закрытие, Дармен, вы же прекрасно это знаете. Всем нужно на это мероприятие говорить, Дармен. Значит, если можно, первое, значит... Правильно, это планы не мои, это планы же федерации. Можно я, я же не перебивал, можно я расскажу? Значит, первое, по поводу победы Бибисара, я на Фейсбуке много писал про ее результаты, ответ в ходе турнира, что она лидирует и очень радовался. Значит, это легко проверяется. Значит, естественно, постил о том, что она стала чемпионкой. На встречу в аэропорт я Леане написал, я не смог приехать, потому что я лежал с ковидом в этот момент. Конечно же, значит, с ковидом, я думаю, что понятная причина, по которой нельзя просто выезжать на встречу. Да, конечно, конечно. Касательно Гулисхан, я предлагаю, я почему предлагал пригласить участниц вчерашнего совещания, чтобы у нас не была полемика, да, и мы абсолютно не поддерживаем полемику, мы не хотим никого обвинять, мы не хотим ничего говорить, не конструктивного. Мы призываем к диалогу, к конструктивному обсуждению. Александр Армен, вы ответите конкретно, почему вы против родителей федерации? Можно я, опять же, не перебивал же вас, можно я буду отвечать на ваши же вопросы? В этой связи, значит, мы открыты к обсуждениям и готовы любые вопросы конструктивно решать. Координация с министерством и подведомственными министерствами структурами у нас наладилась. Взаимодействие с акиматами мы налаживаем. Мы пришли в федерацию, повторюсь, 5 мая текущего года, после того, как состоялись выборы. Нам, конечно же, какое-то время требуется для того, чтобы все подготовить и на рельсы поставить. Тем не менее, мы считаем, что с этого момента мы сделали уже немало. Как я говорил, с эвасовым словом государства, концепция развития шахмат и так далее. Касательно участия родителей в составе, например, президиума федерации, в составе руководства федерации, есть позиция президента нашей федерации, о чем Галим Кусаинов прямо сказал на встрече Лиане Жариковой, что есть конфликт интересов у чиновника, который должен быть беспристрастен в распределении ресурсов, в представлении участия в турнирах, сборах и так далее. И родителя, который в любом случае будет иметь аффилированную со своим ребенком позицию. Это позиция нашего президента федерации. Я думаю, что он тоже человек очень открытый. И в целом федерация будет очень открытой. Мы готовы эти вещи отбросить. Друзья, я думаю, что чтобы не уходить в разборки, какие-то персональные, где-то ваши, где-то человеческие факты. Потому что это общественная организация. У вас есть какие-то претензии нерешенные. Мы все, что могли сделать, как бы дали вам площадку, чтобы, возможно, оголились эти вопросы, болевые точки. Потому что такие проблемы есть не только с федерацией. Там у нас шахмат в стране. У нас с каждой федерацией есть такие проблемы. В общем-то, спорт у нас просто погряз и в коррупции и прочее. Это большой наболевший вопрос, который нужно глобально вообще разбирать и говорить с министром, наверное, спорта здесь, а не только с представителями. И очень хочется, что у нас ситуация изменится. Сейчас Абаев пришел к этому, и, наверное, он что-то изменит. Мы, по крайней мере, очень на это надеемся. Но вот в данной ситуации хотим поставить точку. Смотрите, если вас туда не пускают, Лиана, да, говорите, как родители и прочих. Вот сейчас Дармен пытается что-то там объяснить, на личные какие-то вещи переходите. Это ваши личные разборки, правда, зрителю. Создайте вторую федерацию. Это можно сделать? Нет. Это же общественная организация. Уйдите оттуда, создайте новую организацию, привлекайте туда деньги, развивайтесь. Можно так сделать? Во-первых, так сделать нельзя, потому что федерация только одна аккредитовывается. Это во-первых. Во-вторых, я быстро скажу. Аккредитовываться не дадут, да? Сегодня подали в суд, значит, да, сегодня или сегодня, или завтра точно уже, я буду знать, подали в суд на нашу федерацию, что считают, причем вице-президенты федерации считают, что съезд был нелегитимный. Обычно президента предоставляют за месяц, это была закрытая информация, и за час до выборов озвучили, кто будет президентом. Разве так проходят выборы в общественную организацию? Ну да, мы уже поняли, что там у вас как бы хватает проблем, в которых нужно разобраться, и я надеюсь, что вы их решите, возможно, под пристальным наблюдением. Вообще, на самом деле, у нас проблемы не денежные. Ага. У нас больше проблемы именно технического характера. Смотрите, тот же Дарменс Адвокасов, он лоббирует исключительно своих тренеров, своих друзей, он больше привлекает и симпатизирует только девочек, спортсменов и тренеров, только тех, с которыми у него хорошие связи. А, например, других, он считает, что можно немножечко пододвинуть. Это тоже неправильно. Я вот не пойму, Апоника, как формируются вот эти вот ряды, а спортсменов, нужно возвращаться... Вы сейчас говорите о каких-то очень личных вещах. Кто-то там, один человек, принимают решение, кого взять, кого не взять. Нет, нет, нет. Это не... По каким критериям отбираются сборные, правда? А это что, не работает? Вот у нас министерство спорта, если бибулат, скажите, это не работает? Это не работает. Вы тоже здесь рукой не можете управлять этим делом? Это не работает. Нет, есть определенный норматив, где формируется сборная команда. Согласно по итогам официальных стартов, олимпийские виды спорта двойной состав, олимпийский тройной и олимпийский двойной состав, они в конце года нам задают список претендентов, которые входят в сборную команды федерации. Формируют эти списки федерации, и поэтому вот такой вопрос большой к этой федерации. У нас спортивный журналист еще на связи, Сергей Ким. Сергей, здравствуйте. У вас тоже есть мнение на этот счет, ваше частное, личное, но, тем не менее, я надеюсь, компетентное. Что вы думаете по этому поводу? Что там происходит в этом шахматном спорте? Добрый день, друзья. Ну, я могу высказать только так, чтобы было понятно нашим зрителям. Но здесь, поэтому я буду весьма тезисно излагать. Меня слышно? Да-да-да, говорите. Ну, во-первых, я должен сказать, что выборы руководящих органов в КФШ не только, на мой взгляд, но и по мнению многих моих знакомых были проведены с нарушениями процессуальных норм. Так что сейчас речь идет, ну, пожалуй, о том, насколько вообще все руководство казахстанских шахмат легитимно просто. То есть мне, например, я не могу говорить что-то с полной определенностью, но мне, например, это до конца не ясно. Но об этом уже было сказано. То есть это первый момент. Второй момент заключается в том, что Бибисараса Убаева совершенно справедливо выразила недоумение по поводу тех средств, которые будут расходоваться на содержание Федерации. Самое главное остается непонятным источником этих средств, откуда будут браться эти данные деньги. Но я должен вообще оговориться, что если вот та сумма, которая была озвучена в 3 миллиарда, то если такие деньги будут выделяться государством, то тут, в принципе, даже и не нужно быть хорошим президентом. И вообще непонятно, нужен ли президент. Потому что с такими деньгами можно организовать любую работу и на достаточно высоком уровне. Третий момент. Я хотел бы, вот здесь присутствует уважаемая Алиана, которая не даст мне соврать. Вчера ей был опубликован любопытный протокол, где были озвучены, точнее, продекларированы суммы, которые должны быть потрачены на содержание тренерского штата, на выплату стипендий молодым перспективным спортсменам. Здесь тоже возникает очень много вопросов. Ну, во-первых, и лично по персоналям, а во-вторых, опять же, по источнику вот этого финансирования. Но у меня вот пока все. Все понятно. Вы то же самое как бы проговорили, да, что эти болевые точки есть. Алиана, в завершении просто, что вы тоже хотите сказать? Дармен, если есть, и к Министерству спорта, у меня один вопрос, да, будет ли увеличено финансирование для поддержки шахматного спорта в стране? Очень важный, оболевший вопрос. Было письмо от родителей, от всех. Там были очень четкие пункты. Сейчас Дармен что-то там, да, продублировал. Будем помогать? Ну, финансирование сейчас на два года уже утверждено. На следующий год мы рассмотрим. На следующий год, да. То есть в этом году уже не ждать. А пересмотреть бюджет невозможно? Невозможно, потому что он, формируя ранжирование, раз в два года проводится. Просто я знаю, что есть механизмы, и можно пересмотреть. Лиана, Лиан Танжарикова, мама у нас в Висары, есть вам что сказать в завершении? Да, я слышу. Вперед. Я за такого президента, а не за такого, который ходит в государстве и просят деньги. Спасибо. Вам спасибо.